Друзья, перед просмотром перевода подкаста Лекса Фридмана и Илона Маска, хотим познакомить вас с нашими друзьями, которые помогли выпустить этот ролик. Держите мозг в тонусе и выжимайте его возможности на 100% вместе с онлайн-платформой Викиум. Это крутой проект, разработанный учеными-нейрофизиологами совместно с МГУ. То есть там не просто головоломки из газеты, а реально полезные упражнения на развитие реакции, памяти, мышления и внимания. Ты проходишь предварительное тестирование и специалист подбирает тебе индивидуальную программу тренировок. Почти как в качалочке, только для мозгов. Форма занятий игровая, поэтому ты от них не устанешь. Можно спокойно разминать голову в перерыве между работой и отдыхом. Всего 15 минут в день. А еще тебя могут научить скорочтению, навыкам эмоционального интеллекта, мнимотехники и еще куча всего полезного. Хочешь повысить свою работоспособность и концентрацию и быть самым лучшим? Мы тоже хотим. Поэтому уже зарегались на платформе Викиум. Теперь ждем тебя. Переходи по ссылке в описании и становись таким же умным, как Илон Маск. Ну или хотя бы как Лекс Фридман. Кстати о них. Приятного просмотра. Представляю вашему вниманию вторую часть моей беседы с Илоном Маском. В ней мы редко, но метко проводим параллели с объективно с самым лучшим сиквелом в истории. Второй частью фильма «Крестный отец». Как многие знают, Илон руководитель Тесла, Спейсекс, Нейролинк и Борин Кампани. Но немногие осознают, что он первоклассный инженер и дизайнер, который использует базовые принципы для решения таких проблем, которые до него многие считали неразрешимыми. Многие из нас, ученых и инженеров, не ставят под сомнение многие процессы. Мы просто следуем протоптанной дороге. Но революционные идеи, которые могут изменить мир, будь то совсем немного или даже сильно, возникают только тогда, когда ты возвращаешься к основам и спрашиваешь, может быть есть другой способ? Лучше. В этой беседе мы сосредоточились на инновациях в сфере интерфейсов мозг-машина, которыми занимаются в Нейролинк. Результаты работы компании должны помочь решить проблемы нейробиологии, помочь нам понять связь между индивидуальными нейронами и высокоуровневыми процессами человеческого мозга, а также однажды, увеличить емкость мозга с помощью двустороннего подключения к вычислительным устройствам, интернету и системам искусственного интеллекта. Это подкаст об ИИ. Давай начнем с легкого вопроса о сознании. В твоем понимании сознание присуще только людям, или это то, что пронизывает всю материю, почти как фундаментальные взаимодействия физики? Я не считаю, что сознание присуще всей материи. Сторонники панпсихизма считают, что... И как это проверить? Я верю в научный подход. Не хотел бы тебя расстраивать, но научный подход предполагает, что если проверить гипотезу невозможно, значит нельзя прийти к заключению, что это правда. Считаешь ли ты, что мы можем понять, что такое сознание, используя научные методы? Мы можем значительно улучшить наше понимание того, что есть сознание. Я не могу сказать, что мы точно, на 100% знаем что-либо, но можем ли мы значительно углубить наши знания о сознании? Я верю, что можем. В твоем понимании, необходимо ли ИИ системе обладать сознанием, чтобы достичь уровня интеллекта схожего или превышающего человеческий? Необходимо ли ей обладать некоторыми человеческими качествами, такими как сознание, тело, страх смерти, возможность любить, всеми этими маленькими штучками, которые присущи людям? Есть научный метод, в который я верю. Правда то, что ты можешь подтвердить или проверить. В ином случае мы говорим о предпочтениях, вере и прочем. В итоге мы сталкиваемся с семантиком. Приравниваем множество аспектов поведения к интеллекту. Если же это все разделить, и вопрос в том, движемся ли мы в сторону будущего, в котором ИИ превзойдет нас во всех областях, то ответ да. Без сомнения. Для того чтобы система ИИ смогла превзойти нас, ей также потребуется способность иметь сознание, быть осознанной и понимать, она будет осознанной, да, но это не то же самое, что сознание. У меня есть ощущение, что сознание находится в каком-то другом измерении, но это может быть просто иллюзией. Если каким-то образом повредить мозг, физически, то также повредится сознание. Из этого следует, что сознание физический аспект. В моем понимании. Я думаю, что вполне вероятно, что цифровой интеллект сможет обойти нас во всех сферах, и вскоре сможет симулировать то, что мы подразумеваем под сознанием, настолько, что мы не сможем их различить. А с точки зрения научных методов, это с таким же успехом может считаться сознанием, если симуляция идеальна. Если различий найти будет невозможно, то это что-то вроде теста Тьюринга, просто более продвинутой его версии. Это как если ты общаешься с искусственным суперинтеллектом и не можешь понять, человек это или компьютер. Например, ты общаешься с кем-то по телефону или по видеосвязи, и он выглядит как человек, правильно расставляет интонации, двигается, делает все эти мелочи, из которых состоит человек. Разговаривает как человек, ошибается как человек, и ты буквально не можешь сказать, разговариваешь ли ты с человеком или с ИИ. С таким же успехом он может быть человеком. Тогда к более страшным темам. Ты открыто говоришь о своем беспокойстве экзистенциальной угрозой ИИ. Это, пожалуй, одна из самых больших проблем, стоящих перед человечеством. Но поскольку мы, я бы сказал, оптимистичные потомки обезьян, может быть мы сможем найти несколько способов избежать проблем с ИИ. Если я назову три таких способа, можешь ли ты сказать какой из них, по твоему мнению, самый лучший? Первый, сконцентрироваться на безопасности ИИ и полезных исследованиях в этой области, чтобы попытаться найти решения в алгоритме или линии поведения. Второй, стать мультипланетарным видом как можно скорее. Третий, слиться с ИИ и оставаться на волне постоянного развития интеллекта. Как ты думаешь, что из этого больше нам подходит? Во что нам, как цивилизации, стоит вкладываться? Я считаю, что в ИИ и так достаточно много вкладываются, а вот в безопасность ИИ недостаточно. Я считаю, нам необходимо государственное агентство, которое будет контролировать все что связано с ИИ, чтобы подтвердить что он не представляет риск для общества, точно так же как делает управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, национальное управление безопасностью движения, федеральная авиационная администрация. Обычно люди приходят к пониманию, что важно иметь некоего посредника в лице государства, который будет действовать в интересах общества и следить за потенциальными угрозами. Я с уверенностью могу сказать, что у ИИ есть потенциал стать угрозой обществу, и поэтому нам нужно агентство по надзору за ИИ, как и в случае всех остальных потенциально опасных вещей. Проблема в том, что государство решает вопросы очень медленно. Обычно такого рода агентства образуются тогда, когда происходит что-то ужасное, это вызывает общественный протест, и еще через год появляется какое-то агентство или вводится новое правило. Например, ремни безопасности. Людям на протяжении более десяти лет было известно, что ремни безопасности серьезно повлияют на уровень безопасности, спасут огромное количество жизней и предотвратят травмы. Но автомобильная индустрия боролась с этими требованиями как только могла. Это же безумие. Сотни тысяч людей наверняка погибли из-за этого. А они говорили, что люди перестанут покупать машины, если в них будут ремни безопасности. Это же абсурд. Или посмотри на табачную индустрию и как они боролись со всем, что касалось курения. Отчасти поэтому я поддержал фильм «Здесь курят», потому что нужно, чтобы люди понимали, какой вред может принести то, что плохие компании буквально получают власть над постановлениями. Люди, связанные с ИИ, называют приход цифрового суперинтеллекта сингулярностью. Это не плохо или хорошо. Просто сложно предсказать, что будет происходить после того, как мы пройдем этот рубеж. Есть шанс, что хорошо. Нам, конечно же, стоит попытаться повлиять на этот расклад, увеличив шансы на хорошее будущее. Тогда позволь мне задать тебе вопросы о работе, которую проводит Нейролинк по слиянию с ИИ. Вы на пути к инновациям в разного рода дисциплинах. Гибкие провода, робот для установки электродов, который реагирует на движение мозга, все то, что касается безопасности и многое другое. На данный момент мы очень мало знаем о человеческом мозге. Надеешься ли ты, что исследования Нейролинк помогут нам понимать мозг лучше? Да, я думаю, что то, что мы делаем в Нейролинк прольет свет на то, как работает наш мозг. На данный момент мы ограничены даже в данных о том, как он функционирует. У нас есть ФМРТ. Это что-то вроде стетоскопа, который вы снаружи присланили к стене завода, и водите по ней вдоль и поперек. Вы, конечно, слышите звуки, но не особо понимаете, что на самом деле делает оборудование. Конечно, можно сделать некоторые выводы, но это совсем уж обобщенная информация. Для того, чтобы действительно понять, что происходит в мозге, необходимо сделать высокоточные сенсоры, и стимулировать нейроны, чтобы получать реакцию, то есть вы стимулируете нейроны и проверяете, что человек чувствует, видит, как это меняет его представление о мире. Ты говоришь о том, чтобы просто физически подобраться ближе к мозгу, если мы сможем получать и распознавать сигналы из мозга. Это откроет нам дверь этого завода? Да, именно так. Высокоточные сенсоры расскажут нам, что делают отдельные нейроны. А потом мы сможем стимулировать нейроны и наблюдать за ответной реакцией мозга. Так мы сможем проследить последствия наших действий. Что происходит, когда мы стимулируем этот нейрон? Что вы чувствуете? Что поменялось? С людьми это особенно важно, поскольку люди смогут давать обратную связь о том, что изменилось. поменялось ли настроение, может быть они стали лучше видеть или слышать, может стали лучше или хуже формулировать предложения, или вспомнили что-то. Человеческий мозг невероятно податливый, пластичный, он адаптируется и приспосабливается. Если честно, не такой уж он и пластичный. Конечно у него твердая структура, но в то же время есть пластичность. И если можно задать такой вопрос, насколько этой пластичностью можно воспользоваться? Со стороны человека есть некоторая пластичность. Со стороны компьютера есть нейронные сети, машинное обучение, искусственный интеллект, который может подстраиваться и распознавать сигналы. Мы столкнулись с таинственным языком, который не очень хорошо понимаем, и он используется внутри мозга. Мы пытаемся понять этот язык, чтобы мы могли как-то коммуницировать, в обе стороны. Так вот, мозг адаптируется. Немного. Мы не знаем на сколько. И компьютер приспосабливается. И они пытаются дойти друг до друга. Почти как инопланетные создания пытаются найти протокол коммуникации, который будет работать. Как ты думаешь, где будет наибольшая выгода? Со стороны компьютеров или людей, будут ли они работать сообща? Компьютеры, конечно, гораздо более податливы, чем биологические существа. Конечно, компьютерам придется адаптироваться под мозг. Только так это и заработает. Мозг не сможет настолько хорошо подстроиться под компьютер, нейроны не начнут воспринимать электрод как еще один нейрон. Потому что нейроны это что-то вроде пульса. Что-то еще может пульсировать. Так что в интерфейсе будет некая эластичность. Но основная часть работы по адаптации ляжет на компьютер. Если брать в расчет синаптическую пластичность со стороны интерфейса, можно получить что-то вроде новой пластичности. Это ведь не внутри мозга, это как бы совсем новый его отдел. Продолжение. Возможно нам придется переосмыслить, что вообще значит податливость мозга. Может быть он сможет подстраиваться под внешние интерфейсы. Конечно же отчасти мозг будет подстраиваться, потому что что-то будет считывать активность и стимулировать мозг. Так что конечно он приспособится. Но основная часть останется за компьютером. Просто по-другому это никак не сработает. На данный момент мы как бы существуем на двух уровнях. У нас есть лимбический и скрытый первичный слой мозга, откуда поступают все импульсы. Что-то вроде обезьяньего мозга, к которому подключен компьютер. Это человеческий мозг. Наши импульсы приходят из обезьяньего мозга. А компьютер, кора головного мозга, постоянно пытается сделать так, чтобы обезьяний мозг был счастлив. Не кора головного мозга управляет обезьяньим мозгом, а наоборот. Кора головного мозга отвечает за то, чтобы рассказывать что происходит, поэтому мы убеждаем себя, что все гораздо сложнее, чем простые требования обезьяньего мозга. Кору головного мозга мы называем человеческим интеллектом. Это как продвинутый компьютер, по сравнению с другими существами. У других живых существ нет компьютера или он очень слаб. По сравнению с нашим. Кажется, будто умная часть мозга должна контролировать тупую, но на самом деле тупая часть движет умный. Как ты считаешь, могут ли те же методы машинного обучения, которые используются например для обработки естественного языка, использоваться для коммуникации между машиной и мозгом? Чтобы научиться, скажем, двигать телом или обрабатывать зрительные стимулы и так далее. Видишь ли ты значимость использования машинного обучения для того, чтобы изучить язык двусторонней коммуникации с мозгом? Да, конечно. Мы же нейронная сеть. И искусственный интеллект фактически нейронная сеть. Так что цифровая нейросеть просто будет взаимодействовать с биологической нейросетью. И надеюсь мы станем частью этого процесса. При этом основная часть нашего интеллекта станет цифровой. Представь, разница между корой головного мозга и лимбической системой просто огромна. Твоя лимбическая система даже предположить не может, что вообще делает кора головного мозга. Она просто буквально голодна или устала, или злится, или возбуждена, понимаешь? Она рассказывает об этом коре головного мозга и говорит, ну ты иди, реши вопрос. Огромную важность, например, придают сексу. Что-то изобретают, постоянно об этом думают. О сексе без цели, без размножения. А без размножения это достаточно глупое занятие. И раз оно такое глупое, то почему мы это делаем? Потому что нам нужно, чтобы наша лимбическая система была довольна. Вот почему. Но это же достаточно абсурдно. Существование вообще достаточно абсурдно с некоторой точки зрения. Да, но в простое, как бы мне получить еще больше секса, закладываются огромные вычислительные мощности. При этом размножение тут даже не является сколько-нибудь важным фактором. Отсюда все эти инструменты для определения NSFW содержимого. Агентство, которое должно получить значительное финансирование после этого разговора. Я предлагаю основать новое агентство. Ох. Что тебе кажется самым интересным из того, что в будущем сделает Neuralink? И с инженерной, научной, и с общественной точки зрения. Во-первых, Neuralink сможет решить множество заболеваний мозга. Начиная с аутизма, шизофрении, потери памяти. Многие сталкиваются с потерей памяти в определенном возрасте. Родители не могут вспомнить имена своих детей и все такое. Поэтому я думаю, что Neuralink способен сделать много хорошего в вопросах критических повреждений мозга, и спинного мозга. Мы сможем улучшить качество жизни многих людей. И на пути к решению проблем с ИИ мы сможем сделать много хорошего. Мы не сможем стать умнее суперкомпьютера, так что если не можешь победить, возглавь. По крайней мере у нас будет такая возможность. То есть ты надеешься, что Neuralink станет посредником, который поможет нам слиться со все улучшающимися системами ИИ? Думаю шанс выше чем 0 процентов. То есть шанс есть. Смотрел тупой еще тупее? Да. Ну так вот, я и говорю, шанс есть. Один на миллиард или один на миллион, как там было в фильме? Наверное один на миллион, может быть будет один на тысячу, а потом один из ста или один из десяти. Все зависит от скорости улучшения Neuralink, от того как быстро будет прогрессировать технология. Я тут поговорил с несколькими сотрудниками, они первоклассные инженеры. Я очень рад. Я считаю, что вернуть человеку способность управлять своим телом после травмы спинного мозга, вернуть мозг к полной функциональности после инсульта, излечить тяжелые генетические заболевания головного мозга, все это прекрасно. Но чтобы это сделать, нужно иметь возможность взаимодействовать с нейронами на глубоком уровне. Нужно будет стимулировать нужные нейроны, обрабатывать сигналы нужных нейронов, а затем создать цепь, заменить то, что не работает чипом. И в конечном счете человеку будет доступно все то же, что и раньше. Со временем у нас появится третичный слой, то есть у нас будет лимбическая система в качестве основной. Далее, кора головного мозга в качестве второго слоя. Как я уже говорил, кора головного мозга гораздо более умная, чем лимбическая система. Но людям нравится тот факт, что у них есть обе из них. Я ни разу не встречал никого, кто хотел бы от одной из них избавиться. Все такие, не-не, я пожалуй обе себе оставлю. Лимбическая система прикольная. Да, в ней все веселье, именно так. Но и кору головного мозга людям обычно не хочется терять. Им нравится, что у них есть оба слоя. Но будет и третий, цифровой сверхинтеллект. Я считаю что нет повода бояться, ведь умная кора головного мозга и глупая лимбическая система прекрасно вместе работают. Может быть третичный слой цифрового сверхинтеллекта будет гораздо более умным, чем кора головного мозга. Но они все равно будут прекрасно сосуществовать. Это все звучит очень интересно. И с точки зрения разработок, которые я тут увидел, и с точки зрения того, что станет доступно в следующие десятилетия. Важно, чтобы нейролинк решил эту задачу как можно скорее. Потому что в какой-то момент мы получим цифровой сверхинтеллект, пройдем сингулярность, и вот что будет тогда, неизвестно. Опять же, не обязательно плохо или хорошо. Просто после этого все может быть очень нестабильно. Очень важно создать интерфейс мозг-машина до того, как мы придем к сингулярности, или по крайней мере не намного позже, чтобы минимизировать экзистенциальный риск для человечества и сознания, в нашем его понимании. Но также в нейролинк сейчас работают над решением низкоуровневых задач, что тоже очень интересно. Проблемы, которые нам в нейролинк необходимо решить, лежат в сферах материаловедения, электротехники, программного обеспечения, машиностроения и микропроизводства, фактически это просто набор технических наук. Все сводится к тому, что нужно разработать малюсенький электрод, который не повредит нейронам, но при этом будет долговечен и функционировать на протяжении человеческой жизни. Он должен принимать сигнал и локально обрабатывать его с маленькой мощностью, так что нам нужно много инженеров-разработчиков чипов, потому что нам необходимо производить обработку сигналов очень энергоэффективно. Нам хотелось бы избежать перегревания мозга. Он-то очень чувствителен к теплу. Поэтому мы берем эти сигналы, что-то с ними делаем и стимулируем в ответ. То есть получаем двустороннюю коммуникацию. Нам нужны специалисты в области материаловедения, ПО, электротехники, разработки чипов, микропроизводства. Надо всем этим мы работаем. Мы очень много усилий уделяем материаловедению, поскольку маленькие электроды должны быть долговечными. А это сложно, проблема материаловедения стоит остро, потому что нам нужно и принимать, и посылать электрические сигналы в электрически активной зоне. Наш мозг очень электроактивен, электрохимически активен, так что нам нужно, скажем, найти покрытие для электрода, которое со временем не расщепится, и в то же время является безопасным для мозга. Это очень большая проблема. Опять же, как собирать все эти сигналы максимально эффективным способом? Потому что у нас на самом деле совсем немного мощности для их обработки. А потом, весь этот процесс нужно еще и автоматизировать, чтобы это было как лазерная хирургия. Если для установки интерфейсов нужны будут нейрохирурги, нет никаких шансов, что эта технология дойдет до масс. А она должна быть массовой, потому что будущее должно определяться большим количеством людей. Считаешь ли ты, что у этой технологии есть шанс сделать революцию в области хирургии в целом, в нейрохирургии и вообще в хирургии? Да, определенно. Это все должно быть похоже на лазерную операцию. Если бы лазерная коррекция зрения проводилась руками, человеком, это было бы плохо. Операция делается роботом. А офтальмолог просто как бы наблюдает за тем, чтобы ваша голова лежала в нужном положении. Нажимает на кнопку и все. В скором времени Теслы на Смарт Саммон заполнят паркинги. Я думаю, что они могут сильно повлиять на то, как человечество видит ИИИ роботов. Потому как многие люди, которые не владеют Теслой, ни разу не видели Теслу, даже не слышали о Тесла. Впервые эти люди увидят сотни тысяч автомобилей без водителя. Как ты на это смотришь? Думаешь ли ты об этом почти как об обучающем инструменте? Показать миру, что такое ИИИ? Чувствуешь ли ты ответственность за это? Радует ли это тебя? Или ты считаешь, что это лишь неплохая функция для парковки? Я думаю, что отчасти в этом есть кое-что важное, потому как многие люди ни разу не видели роботов. А автономный автомобиль это что? Это робот на четырех колесах. Он как бы олицетворяет некую идею роботов, начиная с безопасности и возможностей ИИ, заканчивая тем, чем они сейчас ограничены и какие есть проблемы. Чувствуешь ли ты за это ответственность, как человек, который рассказывает миру об ИИ? Мы просто пытаемся упростить жизнь людей с помощью автопилота. Но правда теперь, когда мы об этом заговорили, я думаю, что для некоторых людей это станет открытием, потому что многие и правда ни разу не видели роботов. А сейчас в мире есть сотни тысяч Тесла. Еще чуть-чуть, и их будет миллион. И у них будет автопилот, они смогут двигаться без человека за рулем. Вы можете проследить эволюцию автомобиля с каждой итерацией автопилота. Эволюцию в ее личности, в том, как она принимает решения. Раньше она была в чем-то не уверена. Теперь более уверена. Теперь она движется немного по-другому. Я сразу могу сказать, едет ли машина на автопилоте, потому что замечаю некоторые нюансы. Она просто чуть-чуть по-другому едет. Например, Теслы на автопилоте на шоссе стараются держаться прямо посередине полосы, в отличие от человека. Если ты будешь ехать по шоссе и обратишь внимание на то, где находятся автомобили, то те, за рулем которых находится человек, перемещаются в пределах своей полосы. Машины на автопилоте держатся ровно посередине. Вы вложили много усилий в нейросеть. Она быстро обучается, но автономности все еще очень сложно достичь. Мы даже не знаем, насколько это на самом деле сложно. Если посмотреть на все те задачи, решения которых вы взяли на себя, то даже при экспоненциальном улучшении это иногда может занять больше времени, чем ожидалось. На какой стадии сейчас находится Тесла в своей гонке к полной автономности? По твоим ощущениям, когда мы увидим успешное применение полной автономности? На данный момент вероятность того, что вам придется перенять управление на себя на шоссе, очень низкая. Для автопилота вне черты города, особенно с последним обновлением, вероятность отключения функций действительно низкая. Более того, я могу сказать, что автопилот на данный момент гораздо безопаснее человека, если речь идет о движении в пробках. Вероятность получения травмы или попадания в ДТП гораздо, гораздо ниже с автопилотом, чем с человеком. С навигацией на автопилоте можно перестраиваться из полосы в полосу, съезжать с шоссе, а теперь мы подходим к вопросу с другой стороны, с низкой скорости и полной автономности. Как человек учится водить, он начинает с парковки. Ты вряд ли впервые сел за руль на оживленной улице. Это было бы сумасшествием. Все начинают с парковки. Медленно, правильно, а потом нам остаются только светофоры и главные дороги. Хотя я бы даже сказал, что главные дороги это относительно легко, потому как ты как бы знаешь, где она находится. В худшем случае можно использовать геокодирование, а потом использовать визуализацию, чтобы определить где стоп-линия, чтобы исключить ошибку GPS. Так что я бы сказал, самое тяжелое это сложные светофоры и извилистые дороги. Что сложнее в таких ситуациях? Виденье или управление? То есть сложность в том, чтобы машина идеально все видела? Или в том, чтобы после того, как она все увидела, составить план взаимодействия со всеми участниками движения? С точки зрения обучения, что из этого сложнее для этой прекрасной многозадачной нейросети? Самое сложное, точная репрезентация физических объектов в векторном пространстве. В основном из визуальных данных и данных радаров нужно создать окружающие объекты в векторном пространстве. Как только у нас это получилось, все остальное уже достаточно легко. Фактически, как только вы переместили объекты в векторное пространство, вы как будто оказались в видеоигре, как машины в GTA. Они неплохо ездят, нормально едут вперед, не врезаются друг в друга, если только ты в них сам не въедешь. А все потому, что они понимают где находятся другие автомобили, и движутся соответственно. Считаешь ли ты, что Тесла на пути к достижению полной автономности? Да, определенно. И все еще без слежения за водителем. Мы следим лишь за тем, чтобы руки водителя оставались на руле. Да, кстати говоря, один вопрос по поводу караоке. Большинство людей считают, что это весело, но я также хотел бы добавить, что пение в автомобиле хорошо влияет на внимание и бдительность. Да, Тесла караоке просто супер. Это одна из самых прикольных функций автомобиля. Как думаешь, сделаете ли вы когда-нибудь что-то, чтобы объединить веселье и безопасность? Одно другому не мешает. Я недавно познакомился с Эндру Ян, женой Карла Сейгана, режиссера космоса. О, я большой фанат Карла Сейгана. Он был очень крут, и у него получалось очень интересно подавать информацию. Все столкновения цивилизации, все что мы когда-либо знали и делали, все это на этой маленькой голубой точке. Но мы также немного застряли здесь. Люди спорят, и никто не думает на перспективу. Мы принимаем цивилизацию, и наше существование как должное. А этого делать не стоит. Посмотрите на историю цивилизаций. Они поднимались и снова были разрушены. Только теперь настал век глобализации. И мы одна цивилизация. Мы растем и падаем вместе. Не существует какой-то географической изоляции. И есть риск, что тренд пойдет на спад. Так и будет, это важный урок истории. В 1990 году по просьбе Карла Сейгана, Voyager 1, который прилетел в космосе дальше чем что-либо, сделанное человеком, развернулся, чтобы сделать фотографию Земли с расстояния 3,7 миллиарда миль. На этой фотографии синяя точка, как ты и сказал, Земля. Занимает менее одного пикселя. Бледно-голубая точка, как назвал ее Карл Сейган. Он говорил об этой нашей точке в 1994 году. Так что не мог бы ты сделать мне одолжение и на последних минутах нашего общения прочитать слова, которые он написал о нашей бледно-голубой точке? Конечно. Забавно. Вселенной 13,8 миллиардов лет. Земле 4,5 миллиарда. Примерно через полмиллиарда лет, Солнце скорее всего испарит океаны и сделает жизнь на Земле невозможной. Это значит, что если бы сознание развивалось на 10% медленнее, оно бы никогда так и не развилось. Просто на 10% дольше. Интересно, сколько было таких мертвых цивилизаций, оставшихся на одной планете. Тех, которые так и не добрались до других планет, и в конечном счете уничтожили сами себя. Или были уничтожены за счет внешних факторов. Скорее всего несколько. Мы с трудом можем добраться до Марса. Если бы гравитация Земли была на 10% больше, у нас бы ничего не вышло. Если бы она была на 10% меньше, то это было бы легко. Мы можем вернуться с Марса на Землю с одной ступенью. Потому что гравитация Марса всего 37% от земной. А для того чтобы взлететь с Земли, нам нужен ускоритель. Цитируя Карла Сейгана Взгляните еще раз на эту точку. Это здесь. Это наш дом. Это мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, все, когда-либо существовавшие люди, прожили свои жизни на ней. Множество наших наслаждений и страданий, тысячи самоуверенных религий, идеологий и экономических доктрин, каждый охотник и собиратель, каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель цивилизаций, каждый король и крестьянин, каждая влюбленная пара, каждая мать и каждый отец, каждый способный ребенок, изобретатель и путешественник, каждый преподаватель этики, каждый лживый политик, каждая суперзвезда, Да, каждый величайший лидер, каждый святой и грешник в истории нашего вида, жили здесь, на соринке, подвешенной в солнечном луче. Наша планета – лишь одинокая пылинка в окружающей космической тьме. В этой грандиозной пустоте нет ни намека на то, что кто-то придет нам на помощь, дабы спасти нас от нас же самих. Земля – пока единственный известный мир, способный поддерживать жизнь. Нам больше некуда уйти, по крайней мере, в ближайшем будущем. Но это неправда. Есть куда. На Марс. И я думаю, Карл Сейган бы с этим согласился. Тогда он еще не мог этого представить. Спасибо за то, что заставляешь мир мечтать, и спасибо за сегодняшнюю беседу. Я очень тебе благодарен, спасибо. Спасибо.